бывало ли у вас такое что устав от социума вы мечтали оказаться на необитаемом острове отдохнуть от городского шума хотя бы денек питаясь фруктами и вернуться к нормальной жизни по щелчку пальца чтобы там уже не было никакого карантина реальные невымышленные островные отшельники не могли покинуть место заключения годами шотландец александр селькирк кормчий пиратского корабля после ссоры с капитаном был выброшен командой на безлюдном острове масса тьера ныне этот остров составе архипелага хуан фернандес носит имя робинзон круза именно селькирк послужил прототипом персонажа даниэля дефо кормчий питался моллюсками а со временем обнаружил и приручил одичавших коз на масса тьера он провел четыре года они 28 лет как круза американский путешественник даниэль форс пять лет прожил на каменистом острове в компании с последняя представительница индийского племени николеньо хуана мария прожила в полном одиночестве на острове сан николасе 18 лет они писатель скот аделл сочинил повесть остров голубых дельфинов португальский солдат фернан лопеш 30 лет на острове святой елены испанский матрос петро сирана 7 лет близ берегов перу тоже не вымышленные робинзоны в рамках книжки нам уже выходил выпуск о великой книге дефо сегодня поговорим о произведениях писателей последователей популярность круза в эпоху просвещения была огромной а пародии и стилизации посыпались практически сразу сразу после выхода романа в 1719 году только в германии в течение 40 лет вышло не менее 100 вариаций на тему термин робинзонада ввел философ шнабль в утопии остров фельдзенбург в широком смысле робинзонада это жизнь человека вне общества не обязательно на необитаемом острове с этой точки зрения в тему попадает и маугли и тарзан швейцарский робинзон йохана висса коралловый остров роберта балантайна заложили основу поджанра а в двадцатом веке тему продолжили вильям голдинг умберто эко сергей лукьяненко и прочие авторы кинематограф не остался в стороне перечислим лишь самые нашумевшие картины остров гиллигана на серебряной планете анжиа жулавского потерпевшая кораблекрушения николаса роуга популярнейший сериал остаться в живых драма замекиса изгой с тома хэнксом и мячом в главных ролях фантастический фильм стена экранизация одноименной книги марлен хаус хоффер телевизионное шоу остаться в живых я составил подборку из восьми самых важных литературных робинзонат которые были экранизированы жюль верн наряду с дефо внес большой вклад в тему изолированности человека он написал кораблекрушение джонатана школу робинзонов два года каникул и конечно таинственный остров каникулы верна экранизировали пять раз выделю фильм похищенный дирижабль чехословацкого сказочника карла земона школа робинзонов превратилась в остров монстров испано-американский проект таинственный остров ставили 13 раз начиная с двадцать девятого года мои любимые фильмы черно-белый советский 41 года и американский 61 он еще называется остров приключений обе версии очень хороши где же самолет наверно углокло в море а в нем могли оставаться дети взрослых тут совсем не да наверно тебя как зовут ральф а меня как хотите зовите мне все равно лишь бы не обзывали как школе а как меня прозвали рюши повелитель мух дебютный роман вильяма голдинга будущего лауреата нобелевской премии настоятельно рекомендую эту книгу всем кто пока не и не читал ярчайшие эмоции обеспечены к тому же книга очень не толстая роман задумывался как комментарий к другой робинзонаде коралловому острову он повествует о группе детей которые в результате катастрофы оказались на необитаемом острове и вынуждены выживать без взрослых впрочем описать вкратце происходящее в романе никак не возможно это нужно читать это важнейшая книга западной литературы двадцатого века повелитель был написан в 1954 году а через девять лет питер брук снял точную и сильную экранизацию на сегодняшний день существует 4 экранизации голдинговского шедевра лучший наряду с упомянутой картиной бруксом является фильм 90-го года с прекрасной игрой актеров детей особенно бальтазара гетти фильм который произвел на меня впечатление в подростковом возрасте в первую очередь чувственными эротическими сценами это голубая лагуна версия 80-го года сексуальный брукшилдс третья по счету экранизация романа плодовитого ирландца генри да вера стакпула вышел роман в 1908 году были фильмы 23 года 49 2012 в девяносто первом фильм клайзера обрел свободное продолжение в возвращении в голубую лагуну сыграла 16-летняя мила ювович отдельная ветвь робензонад космические робензонады самые известные романы на эту тему тоннель в небе роберта хайнлайна и марсианин энди вэйра заменяем тихоокеанский остров на планету марс и наблюдаем как именно будет выживать в поставленных жестких условиях астронавт марк уотни бестселлер вэйра вышел 2014 году а уже через год был экранизирован ридли скотом марсианин с мэттом дэймоном в главной роли шестикратно окупился в прокате и принес создателям 7 номинаций на оскар как книга так и фильм донес до аудитории сложнейшую научную информацию в легком развлекательном а иногда и комедийном ключе я уцелел в 18 соль и похоже что этот кусок коммуникационной антенны отломился и пробил мой биомонитор и продырявил мое тело жизнь пи роман яна мартелло награжденный букеровской премией опубликован в 2001 году в 2012 показали приключенческую драму энго ли получившую 4 статуэтки оскар мальчик пи путешествует на своем островке лодки в компании с гиеной зеброй орангутангом тигром и хоком чью роль исполнил джерар де парди отличный фильм мне особенно нравится операторская работа и игра индийского актера сураджа шарма бог знает мистер алисон совершенно изумительный военный фильм он рассказывает о капрале американской армии который оказался на японском острове туа сива в разгар второй мировой войны две номинации на оскар волшебный дуэт капрала сыграл роберт митчем а его подругу так сказать монашку сыграла дебора керр горячо люблю это кино и только готовя выпуск узнал что мистер алисон экранизация одноименного романа чарльза шо написанного за пять лет до выхода картины в 52 году говоря о военной робин занаде нельзя не упомянуть еще один отличный фильм ад в тихом океане американец ли марвин и японец тассиро мифуны не просто выживают на необитаемом острове но ведут между собой войну этот фильм экранизация рубена беркович и последняя в нашем списке робин занада история о зловещем в висекторе с тихоокеанского острова остров доктора моро фантастический роман великого герберта уэллса вышел в 1896 году из шести существующих экранизаций три проходные а вот три весьма любопытные тридцать второго года остров потерянных душ крепкая адаптация с чарльзом лоттоном семьдесят седьмого фильм с бертом ланкастером и майклом йорком 96 с вэлом килмером и марлоном брондо брондо здесь по сути повторяет собственную роль из апокалипсиса сегодня мне же все фильмы все три нравятся более-менее одинаково смотрите хорошее кино читайте великие книги и цените общество близких людей до новых экранизаций а